Продолжение следует... 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 Храм настолько красивый, в внешнем он кажется небольшим, камерным, но вот при камерности внутри комфортный, просторный. Освятили храм в честь Михаила Архангела, это покровитель нашего города, Архангел Михаил. И Сочи, день города, это 21 ноября, именно когда мы вспоминаем Архангела Михаила. И еще строительство храма было связано с окончанием Кавказской войны. Кавказская война закончилась в районе Баады, в районе Красная Поляна. И на месте камцаря на Кавказе был великий князь Михаил Николаевич Романов. Ну, к сожалению, храм был закрыт в 1934 году, потому что отдыхающие обратились в Сочинский госполком, после ресторана с вами проехали здание художественного музея. Это горком партии был до 1952 года именно в этом месте. Вот. И Сочинский госполком приказал закрыть храм. Ну, это был 1934 год. Ведь, если вспомним, это прекрасно был период гонения на священнослужителей, которые здесь на территории Сочи, ну, активно начинался и продолжался с 1927-го и вплоть до Великой Отечественной войны. И храмы, которые были построены, люди разрушали, закрывали наш кафедральный собор, закрыли Михаила Аркангела и превратили в зернохранилище, хранили в зернахранилище. Ну, вот событие Великой Отечественной войны, если мы с вами вспомним, то был приказ открыть храмы, которые не потеряли церковного вида. И храм Михаила Аркангела в 1944 году, то есть через 10 лет, вернули вернище. Перед Олимпийским играми храм отремонтировали, вернули черты архитектурного стиля Александра Каминского. Занимался реконструкцией храма краснополянец, грек Федор Ивановича Фуксиниди. Так что рекомендую вам также, вы здесь всегда, в прибрежной части проводите время и обязательно зайдете в храм и поставьте там свечи. А мы сейчас у Зимнего театра на Театральной площади. К нам присоединились у гостя. Вы отдыхаете в Жемчужине, да? В гостинице. Обратно мы будем останавливаться на улице Театральной, потому что здесь одностороннее движение. Видите, мы по Новороссийскому суду в штаммах шоссе подвигаемся. Мы приостановились у Зимнего театра. Мы видели театр, который был построен в 30-е годы. А до 34-го года здесь было обычное поле, на котором выращивали табак. И стоял огромный сарай, в котором сушили табак, который также привозили еще из Турции. Вот, ну, с 34-го по 38-го годы были строительство и открыли Зимний театр. Вот, мы спустились в долину небольшой речки, ее закрыли в коллектор, поэтому мы реку не видим, а видим долину. Вот, река закрыта в коллектор, и она стекает в море именно по коллектору. Это произошло при строительстве Жемчужины. Вы ее видите, гостиницу. Гостиница в Роскошном парке, который основан в прошлом веке, делился на две части. Это нижняя и верхняя часть парка. Речка называется Величагинка. Это фамилия, которая нам подарила очень много меценантов Величагина и братья Арсений и Петр Величагин. Они прибыли в Сочи, они входили в состав товарищества Московское, которое было образовано по унициативе известных меценатов, для того, чтобы здесь участвовать в освоении Чернобырского побережья. И Арсений Величагин приобрел огромнейший участок земли, который мы сейчас проезжаем. Вот к нему потом обратился устроитель побережья Абаза, и этот участок выкупил еще дешевле, чем Величагин приобрел. А стоимость отдали в ценные бумаги. Это был капитал. Капитал, уродный, как его называли, Величагинский капитал. На эти деньги был построен и парк, которым мы только что с вами проехали, летний театр. Ну и, конечно, долина реки Мацеста и первые главные здания, водолечебницы еще до революции. Мы сейчас выезжаем на улицу Черноморскую и будем проезжать мимо нижней части парка Демгрария. А налево дорога ведет к цирку. И у цирка есть канатная дорога, построенная в 70-е годы. Вот верхнюю часть парка Демгрария. Устали увидеть, да? Вот я вам рекомендую именно так начинать знакомство с Демграрием. Само слово Демграрий переводится как коннекция собрания растений. С верхней части у вас тогда будет возможность спуститься и погулять, а в фуникуляре одно удовольствие подняться и увидеть из высоты птичьего полета роскошный парк. Вот последняя дореволюционная. С другой стороны, вот именно эта часть парка была оформлена еще в 1953 году. По проекту дендролога Александра Ивановича Калисникова. Вот бровь, гадемеевики, улыбки, пеликаны, очень много уютных уголков, где можно отдохнуть. Демгрария территориально почти 50 гектаров. Вот историческая часть парка находится с левой стороны на возвышенности на скроме горы Лысая. Демграрий был разделен курортным проспектом еще в 30-е годы на две части. Мы выезжаем на главную дорогу нашего города, которая также обновленная. И будем теперь подниматься по курортному проспекту, по приборскому склону горы Пытьха. И мы сейчас будем останавливаться, так как остановка стадиона, и нам важно присоединится отдыхающий санаторий Фролзе в Золотой полос. Но пока мы будем стоять, вы попробуйте в лобоводном стекло посмотреть, и вы увидите район, который был застроен. Буквально за несколько лет передалеки Ады. А это северный склон горы Пытьха. И вон там, на северном склоне горы Пытьха, великают попола роскошного храма. Иоанн из Лотооусса. Видите, там же один из новых храмов. Район там застроили за 6 лет. Вот, будет. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 С правой стороны, посмотрите, какие домовые, высотные дома, построенные за несколько лет. Они нам закрывают корпус санатория «Актер» на побережье. Поздравница была построена в 71-м году. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Мы едем в сторону юга. Монастырь находится на территории южного района Сочи, в горах. Это долина реки Псаха. Вот еще у нас две остановки. Как только присоединяются все гости, я тогда расскажу вам программу нашего маршрута. Но по дороге я вас познакомлю со святыми из православных храмов, которые были построены еще в зону. В городе Паллипиаде построили 43 православных храма. Тричи 40-ки. Также мы с вами увидим по дороге. А в зоне лицового периода только три храма сохранилось. Это, конечно, селение лесного, куда мы с вами едем в женский монастырь. Это и хостер. Впереди будет наш уютный, любимый хостер, храм Продружения Господня. Вы его увидите. Мы будем проезжать по дороге. И кафедральный собор. Мы пересекли реку Мацеста. Проезжаем по той же хребта, где на отметке 160 метров на уровне горя. Тача Сталина была построена. Выбрали место уникальнейшее, потому что здесь с одной стороны Мацеста, сыроводородный источник, главные здания. Впереди река Агура и Ахунский хребет. С южной стороны посмотрите, какое теплое море красивое, великолепное, роскошное море. Никогда не замерзает в войне Сочи. Да, ну вот кто ж ты пытал такое название? Черное море. Откуда ж такое название? Разве ты черная? Ты ведь лазурная, прозрачная. Синими вижу над волной воды. Поглянулся. И синее это стало вдруг. Голубым-голубым. Ты до самого неба достала. Оглянулся и никак не разнять. Вот уже бирюзовым-то стало. И зеленым, и синим опять. Но за свою многовековую историю море предусменяло множество названий. Оно было и скифским. Скифы, дети, степи и лесов. И огромная морская тучина, да еще мушующая во время петров, заставляла остерегаться этой неведанной силы. Может быть поэтому. Черное. В турке Карадениз называли. Но море называлось еще и русским. Так как у Черного моря и открывается страничка православной Руси. В Константинополе приняла крещение княгиня Ольга. В Турции 580 километров. И здесь же, ну правда из района Крыма, к нам, на побережье, еще в начале 40-х годов шел проповедовать христианство один из первых проповедников, Андрей Первозванный. Среди дичайшего народа, среди ахеев, зихов, гениохов. Здесь мы сейчас видим и железная дорога, автомобильная, новейшая к Олимпиаде расширена, подборную стену укрепили красиво. А ведь район не всегда так выглядел. И заполотистая местность. А главное, очень был воинствующий народ. И вот среди этого народа проповедовал Андрей Первозванный. Затем дошел до Киева, потом вернулся в Корсунь, в Ленихерсан из района Севастополя. И за проповедь христианства Андрея Первозванного распяли на косу в кресте. Именно такой косой крест изображен на Андреевском флаге русского флота. А был учрежден он еще при Петре I в 1698 году. И второй проповедник, который шел в начале 40-х годов, апостол Симон Калионид. Он дошел до района Абхазии, до района Питера, Петерсиона, Сухома. За проповедь христианства его казнили. Затем на месте погребения мощей был построен небольшой храм, храм-часовня. Так что кто будет в Абхазии, обязательно это в районе нового фона, на место наболено. Это были первые проповедники христианства, на подвижье. А мы сейчас заезжаем в туннели. Новые, одновленные, тут два туннеля, построенные были в 70-е годы прошлого столетия. А до 78-го года старая Невороссийско-Сухомская трасса, она проходила по двористой части. Потом спускалась в долину вверх, потом опять поднималась. Такой извилистый, сорбативный путь, очень сложный. Ну вот, 78-й год, и туннели были построены, метростроицы строили. А после уже Олимпийских игр мы видим обновленный туннель. Так что выезжаем из туннеля и попадаем на сторожку дороги. Новороссийско-Сухомская трасса, которая приведет нас к санаторию российских железных дорог. Мы светли, на гору мы сейчас будем подниматься чуть правее. На горе Литной в 2004 году поставили огромный крест православный. Высотой он 30 метров. В память о тех принципах, которые проповедовали Андрей Первославный и Симон Коронид. Вот мы до креста сегодня не доедем, а только до санатория. Вот она, участок серпантинный, который местные жители называют тещиной за обязательной токи. Но нам надо подняться только к санаторию, а если бы мы еще дальше накопали, то бы мы увидели целый ряд санаторий, которые были построены на территории дореволюционной дачи. А с левой стороны, посмотрите, это район поселка Хосты. Уютно, очаровательно, красивое, самое теплое место в России. И вот в Хосте, вот центральная часть, она возвышенности. Ну попробуйте вот сейчас посмотреть налево. Вы должны увидеть купола храма. Храма Преображения Господня. Храм начала 20 века, 1909 года постройки. Использом внимания гост distinct, Субтитры сделал DimaTorzok К нам присоединились отдыхающие санаторием и светлой Я передам вам список, пожалуйста, напишите фамилии и инициалы Вот этот список необходим для транспортной инспекции Потом мы сейчас проедем через уютную Хосту, очаровательную Такое название Хоста получила по названию реки, само селение Река Хоста, красивая, очаровательная Здесь был до середины XIX века черкесский аул Упухе, племя Упухов Они так далее назвали реке Хо, берегись воды, Хоста Вот как Мацеста, погрелая вода Топсе, две воды, как и здесь, Хоста Берегись воды, пустевая часть во время дождя Вот этот район Кавказской, которая закончилась в районе Красной Поляны В 1864 году Район Хоста также опустел Но по своим природно-климатическим факторам Хоста приравнивается к Красной Поляне Здесь были ученые, в состав которых ходили известные климатологи, химики Вот они пришли к мнению, что Хоста это прекрасный район для развития курортной местности Огромное количество земель здесь приобретают ночевладельцы Среди них был и Краснов Андрей Николаевич, министры юстиции Моей Федоровны, Щегловитова, супруга Щегловита Она обращалась к Святейшему Синоду Так как здесь уже начиналось гражданское средство города И писала, что рожденные бывают без крещения, слабевают нравственность, хоронят без оттывания И по ее инициативе был построен храм в Хвосте в 1909 году Храм построили на возвышенности Налево вы сейчас посмотрите, дорога ведет Конечно мы снизу, мы храм сам не сможем увидеть Вы его сможете увидеть завтра, кто поедет на экскурсию Треущелия Мы едем именно на дорогу, а там она налево ведет к храму Судьба храма такова, как и у многих храмов в советский период Храм был закрыт в 1925 году Храм был построен в стиле русско-византийский стиль Основание в виде креста, купол, это место обитания Господа И вот на территории храма было и общежитие, и также клуб санатория ВЦСПС И несмотря на то, что были уже указы об открытии храмов Вернуть надо было здания, которые принадлежали И даже были службы в этих храмах Но храм не вернули, а вернули лишь только в 90-е годы прошлого столетия Вот и в храме есть большие святыньки Ну и древние иконы, которые подарили В том числе и представители шоу-бизнеса Вот скажу, что Юрий Шатунов, он глубоко верующий В 90-е годы он приобрел здесь участок земли, только в долине реки Сочи У него родился сын и крестил своего сына здесь, в Костинском храме Юрий Шатунов подарил две древние иконы, которые теперь в храме Это икона святого Варфоломея и пророка Ильи Вот, ну и также в храме есть и башпачок Спиридона Тремифутского Спиридон Тремифутский современник Николая, святого Николая Они жили еще в начале 4 века Спиридон, Спиридонушка, так к нему всегда обращаются Это величайший святой Вот известно, что ведь его каждый год переобывают, переодевают Потому что он изнашивает лапочки, стирает их Нам каждый год об этом напоминает и даже патриарх Кирилл 25 декабря в стеклянной раке, выносят Спиридона У него голова чуть-чуть наклонена Он в бок и мощи нетленной, температура мощи 36 градусов И покрыта кожей, представляете? И он, конечно, исцеляет, помогает многим и даже в бытовых проблемах Вот, его вот так крестный хор и греки знают Но это, например, грицами на порфу Что если Спиридон отсутствует в раке, то рака не открывается Так как Спиридон участвовал на Первом Вселенском соборе Вместе со святым Николаем на соборе Спиридон вступил в состязание с греческим философом Защищавшим Ариеву Ерис Но простая речь святителя Спиридона показала всем импульс Человеческой мудрости перед премудростью Божией На том соборе святитель Спиридон показал всем Арианам Наглядное доказательство единства во Святой Троице Он взял в руки кирпич и стиснул его И мгновенно вышел из его огонь Вода потекла вниз, а глина осталась в руке И Спиридон так сказал все три стихии А кирпич одна Так и в Пресвятой Троице Три лица, а Божество одно Свидетель с большой любовью заботился о своей пастве По его молитве засуха сменялась Пыльных дождю, а непрерывные дожди у леда Исцелялись больные, изгонялись демоны Вот, но вот Из современной могу жизни сказать, что очень много Вот на, даже вот на экскурсиях Мы встречаем наших гостей Которые говорят, надо Спиридона обязательно отвезите Покажите где Потому что помог найти работу То есть продать дом, квартиру или еще Потому что вот по молитвам это все случается Тапочек Спиридона находится в православном храме Преображение Господне Храм очень красиво сейчас расписан Необыкновенно красивый там сад Вот, но пока храм был задействован по другие цели Еще до конца 90-х годов Конечно, гостницы молились Они молились в подвальном помещении храма Вот так уж случилось Потому что вот население хосты Это также глубоко люди верующие, воцерковленные Напомню, что в случае огромная православная община Так как у нас и русские, и осетины, и грузины, и армяне, и греки Они все православные С правой стороны вы увидите это набережная Река хоста, вот она очаровательная Но не всегда она такой бывает очаровательной И в период дождей она поднимается И часто выходит из берегов Это случилось, например, в 1956 году Когда огромный водяной столб морской падает Распался он в гостевой части реки Хосты И вот тут было сильнейшее наводнение Которое разрушило многие дома Автомобили унесли Унесло в море Тоже люди пострадали И приехала комиссия И возглавил Волотов Пришли к мнению, что реки наши надо закрывать в бетонные пояски Так и получилось, что хоста теперь разделена чутко на две части Это район спальный, где живут хостинцы И район, где в основном санатории Санатории, отели А перейти реку можно по висячему мостику Мы покидаем нашу уютную хост И с правой стороны вперед, посмотрите В сторону моря вы видите мыс На котором огромное количество зданий А это и есть Адлер Центр Адлера, который располагается на мысе Константиновска В центре Адлера на берегу моря Там красивые парки И, конечно, есть храмы О которых я буду рассказывать Это и Троицкий храм Где была построена одна из первых русских крепостей Которая носила название Святой Дух Также армянские храмы в Адлере Очень красивые, деревянные С роскошными крестами Но, правда, надлобленными Как трагедия армянского народа Во время спитакского землетрясения А мы подъезжаем к долине реки Кудепсты И налево обратите внимание Федору Шаков Храм, посвященный Федору Шакуне Как адмирал На форму креста, смотрите, как якорь Видите, да? Он закончил жизнь в Саноксарском монастыре Монахом Он и всю жизнь прожил как монах Заботясь еще о своих патросах Да? С минимальными потерями Но перед тем, как и начинать сражения Он всегда молился Спиридону Тримифутскому Вот греки особо почитают И Судора Ушакова И Спиридона Тримифутского Вот в августе еще 2006 года В столице Мордовии, Саранске Открылся Величественный Кафедральный Собор Сооруженный во имя Святого Праведного Война Федору Шакула Первую Божественную Литургию Служил сам Святейший Патриарх Алексий Второй Присутствовал на торжествах И президент Владимир Путин Вот А у Гоголя в одном из писем Которые написал во время заграничного путешествия По святым местам Рассказывается удивительная история На греческом острове Корфу Он пошел в храм Посвященный великому православному святому Гоголь пишет Что когда подошел Чтобы поклониться мощам святого Которые с 4 века Со дня его кончины Сохранились нетленными Святой лежал перед ним Словно живой Как будто просто спал То стоявший рядом Какой-то путешественник Иностранец Выразился в том духе Думаю, дурят нашего брата Наверняка в спине святителя Проделано отверстие Через которое и накачивают воздухом Чем и достигается такой эффект И тут на глазах писателя И всех присутствовавших Совершилось настоящее чудо Святой усопший Много веков тому назад Стал медленно подниматься Принимая сильное положение И выставляя для обозрения свою спину Тем самым, как мы говорим На нас сын Ищи отверстие Мощи Спиридона Находятся в Греции Корфу И у кого будет Вот такая возможность Написать на Киркера Киркера Корфу И так и так называют Греки это место Одна Одна сейчас уже на территории Горбат Нужная Одна Еще четыре человека Вот 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 Одна Одна ед avez No Одна Ести Одна Ее Черно Кирзак Одна Днят Одна Дрнание Одна pockets oon Продолжение следует... 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 В 2015 году приняла монашеский постриг, и сейчас она у глубоко преклонных лет, но ясные добрые глаза, прекрасная речь, интересный рассказ, вы будете просто удивляться и, конечно, разбить у нее благословение. Вот она будет ходить, она все вам расскажет, и просьба все время от нее, вот она расскажет, потом даст возможность поставить свечи, написать записки, и затем будет предлагать перейти в другой храм. Так как у нас группа большая, поэтому вы уберитесь от пения, если первыми написали записки или поставили свечи, посидите в храме, побудьте там, или выйдите на территорию, посидите там на скамейке, и дождитесь, пока матушка не выйдет и не поведет вас в другой храм. Вот так у нас экскурсия. Насчет святой воды, так как источника нету в монастыре, в река там только, а вот источника нет, поэтому монастырь, он закупает воду бутилированную, и ее освещают, понимаете, ну а значит воду продают, потому что воду-то приобрел монастырь. Живут они небогато, скромно, вот, ведь как ее пришли, поступила перестройка, труба за железобетонного комбината была разрушена, и вот в эти места пришли 4 женщины из Белгоручина, 4 монахини, и по благословению Петрополита Кубанского и Сидора, они приступили, ну вот, к возотравлению монастыря, но они не могли своими силами, откуда у них столько денег. И монастырь изначально строили храм, у 4 храма 4 сочинские семьи, ну, где-то мы выделили, у каждой семьи своя трагедия, своя боль была, вот это вы сегодня услышите. Ну, а затем греки присоединились, жители Сочи также, и сейчас они также достраивают храм Ливерской Богородицы, вот, Игуменьи горы, Афонская уже, храм также новый, просто сверкающий. Все это вы увидите, как живут монахини. Их немного, их 5, послушниц, послушниц, наверное, чем 15, но и трудницы, трудницы постоянно меняются. Ну, это вот, мы поговорим потом о жизни монастыря, потому что не так уж легко, вот, ну, монастырь еще и предлагает пожить. Вот, если вы захотите, вот, мало ли какая ситуация, вы захотели приехать и некоторое время провести в монастыре. Это надо согласовывать с настоятельницей монастыря Анастасия, потому что есть такая гостиница, вот, но проживающие в гостинице, они должны жить по уставу монастыря. А это не так легко. Это значит, надо вставать, ну, а не в 6 утра встают или чуть раньше, идти на молитву утреннюю. Затем обязательно послушание, то есть это вы не на курорт сюда приезжаете, а на послушание, выполняете какую-то работу, поэтому опять болитва. И вот так жизнь монастырская. Ну, и, конечно, все наши, вот, такие греховные и светские, это надо забыть, увлечение, это не так легко. Ну, вот, вы об этом все это услышите и узнаете. Вот. И, конечно, на территории монастыря есть еще выпечка, а сами они пекут и предлагают монастырские хлеба, булочки. У них даже свой шоколад есть, вот, да. Ну, они до этого договорились с Симашевском, вы там сходите от монастырской фабрикой. Ну, захотите, да, ну, посмотрите. Фотография монастыря, вот, ну, главное, булочки, чай, хлеб монастырский. Это уже по желанию. Если будет время, вы зайдите, посмотрите. Вот. Ну, а все время вы будете, в основном, с матушкой. И фотографировать внутри храма нет благословения, значит, не надо. Фотографировать можно только наружное, вот, снаружи, со стороны внутреннего дворика. А так вы увидите великолепную реку Псаха. Вот я про хвосты вам рассказывала, река, как она разливается. Река Пзынка здесь тоже имеет особенность разливаться, затапливать. И сейчас здесь постоянно откачивают воду. А вот Псаха, река, а вы увидите, что храмы буквально у реки построены, стоят. И река никогда не разливалась. Вы представляете? Вот все это по-божьему, такому, это не сомнение. И когда бывают даже дожди, мы приезжаем в монастырь в ненастную погоду, то смотрим, вот именно над монастырем такое светлое попятнышко. И практически дождь зонил, как бы нас специально так оберегают, чтобы мы смогли получить удовольствие, отдохнуть. Вот мы это не раз замечали. И как только выезжали из монастыря, Ливень опять идет. Вот, вот, вы говорите, что все это есть, конечно. Вот, но мы сейчас с вами едем по дороге, по которой обычно весь наш транспорт едет в Красную Поляну. Адлер остался у нас на побережье, центр. И когда комплекс, он там остался сзади, две взлетно-посадочные полосы. И напротив аэровокзального комплекса, но постараюсь просить водителя, чтобы обратно мы поехали по другой дороге, по старой, по которой рейсы и автобусы, и вы увидите еще Свято-Никольский храм напротив аэровокзального комплекса. Ведь еще до Олимпийских игр вот прихожане, жители Молдовки, а это вот, это Молдовка, поселок, ходили и молились Святому Николаю в вагончике в железнодорожном. Вот напротив аэровокзального комплекса был железнодорожный вагончик. Вот так, по Святому Николаю, покровителю путешественника, в Лико-Олимпийских играх построили великолепный храм, который мы с вами будем видеть. Святый Никольский храм. Люди национальности 118 и 475 тысяч жителей. Конфессии также здесь много. Есть и католики, и мусульмане, и представители всевозможных сект. Но основная община – это православная. Это связано с периодом заселения Черноморского побережья. В конце 19 века территорию Сочи заселяли и украинцы, балдаване, также немцы из Поволжья. Очень много русских здесь было. И некрасовцы-староверы, которые сейчас живут в районе Олимпийского парка. Некрасовцы-староверы, они пришли на территорию Сочи еще в конце 19 века. Но, правда, они поселились на территории Лазаревского района. Это поселок Шолохаугли, сейчас мужской монастырь. Именно там жили некрасовцы-староверы. Мы затем продали свои участки, дома Деникинцам. И осами спустились к берегу, в Америкинскую долину. Места были заболоченные, места удаленные от людей. И вот эти места приглянулись. И до сих пор они живут, но только их переселили к Олимпиаде. Их кладбище сохранили даже на территории Олимпийского парка. Староверы. А это ведь потомки еще того движения, которое возникло в середине еще 17 века, когда атаман Булавин возглавил восстание против тех, кто неправду делает, против бояры воевод. И поводом для восстания послужили действия отворательного отряда, посланного Юрием Долгоруковым. С атаманом Булавином расправились, тот потерял независимость. И соратник Булавин и Некрасов, он уходит на Кубань, спасаясь от царских войск. Со староверами староопряческое движение возникло при патриархе Иконе, это также 17 век. Новые богослужебные книги, троеперстия, сменили на троеперстия, и ушли Некрасовцы в район Турции. В Турции ввали самоуправление, тазачий круг, ну а потом в результате геноцида массовые погромы христиан, как в армянские семьи у нас заселяли территорию побережья, так и Некрасовцы. Они пришли на территорию побережья. А вот основные уже заселения Некрасовцев это были в 60-е годы Волгоградская область. А здесь, на территории Сочи, еще до середины 19 века жили различные племена черкесов. Среди них были и санцы Абазины, и убыхи, и натухайцы, и комбардинцы, и бессериньи. И приняли православие черкесы в 4 веке. Это связано с Византией. Ведь история православия начинается еще с Византийской империи, которая первоначально не имела церковного центра, а вся церковная власть была сосредоточена в руках 4 патриархов. Антиохийского, Иерусалимского, Константинопольского, и роль епископа Константинопольского возрастала. И когда появились разногласия между западной и восточной ветвями церкви, в райской церкви навсегда разделил восток и запад. И Византия стремилась расширить границы империи на восточном побережье. И поэтому оказывала огромное влияние на черкесов, на территорию современного Сочи. И черкесы приняли православие. Но было это все немножко искаженно, так как ведь черкесы, они обожествляли солнце, воду, луну, деревья поклонялись. Вот, особенно Дубах, именно вот во время Кавказской войны уже, которые не замечали, как это черкесы особенно охраняют кресты православные, развешанные на Дубах, особенно от русских, так как считали, что русские заявляют эту местность как некогда христианскую. Черкесы принимали, но языческие божества были перенесены на христианские святыни. Византия впервые здесь построила базилику, это прямоугольные здания с запада на восток направленные, а уже купольные соборы появились чуть позже, начиная с VI-VIII века. Вот, например, на территории Олимпийского парка, если вы были, надеемся, вы были, вы видели храм нерукотворного образа Христа Спасителя, построенный в Калипиаде, храм. А ведь храм стоит рядом с приютом для священнослужителей. Приют был построен еще при Патриархе Алексе в 2005 году. Ведь Эмеретинская долина, это места были также глухие, заболоченные, ну, некрасовцы жили, да и все, и больше никого так не было. Были огромные выконы, которые приняли, приняли мусульманство еще в конце 15-го, в начале 16-го века. Была мечеть, это в Лазаревском районе, аул Хагапш. Но так ушла, но нет, они перестали ходить в мечеть черкесы, и, как они часто сами говорят, улыбаясь, говорят, ну да, нет, но полимся дома. То есть, культового сооружения в Сочи нет, мечети нет. Поэтому для представителей других конфессий, конечно, были специально созданы комнаты. Вот, и Византия распространяла православие. Затем, в 10-м веке грузинская царица Тамара оказывала положительное влияние на черкесов, ее, с уважением к ней относились, черкесы, имя грузинской Тамары было всеми известно. И рядом церковь Бориса Глеба Тараканского княжества и православие здесь укрепилось на побережье. Ну вот, падение Византии и возникновение на территории Византии мусульманской державы османов приходит в упадок православия. Но черкесы под влиянием Турции только знать принимает в основном мусульманство. А рядовое черкесское население так и остается. Выкладывали большое количество салобы. Женщина рожала ребенка. Ребенка погружали в воду, вот таким образом крестили. И ребенку давали два имени. В рам черкесы ходили и только дети и женщины. И мужчины достигшие 60-летнего возраста. А вот кому он еще не исполнилось 60 лет. А это почему? Потому что они участвовали в набегах и считали недостойным заходить в храм и молиться. Поэтому черкесы всегда молились сидя верхом на лошади за храмом. Вот так проходило здесь богослужение в период проживания и теркесов. Распространялось, но элементы и язычества, элементы православия также сохранились. Это можно сказать, что это беженцы, массовые погромы, христиан, армянские семьи. Но грузины это гутоистская губерния, они пришли в Сочи. И большое селение, которое называется монастырь. Действительно, после окончания войны Кавказской в начале 20 века сюда пришли монахи и построили монастырь. Старофутский монах Маркиан. Ущелье И ущелье так глубоко, что кроны деревьев заполняют и очень красиво выделяются различными оттенками зелени. Посмотрите, сейчас весна. Да, эта дорога сейчас обновленная. Дело в том, что в 2008 году монастырь посетил президент Владимир Владимирович Путин. Поэтому здесь много изменили, благоустроили, так переживали за жителей монастыря, потому что в зимний период никакого отопления не было, очень было сложно. Вот, им поставили спин-систему, щебровку привезли, ну, дорогу вот так сделали. А так мы в зимний период сюда шли пешком. Или вообще не ездили, конечно, экскурсия. Ну, а потом, конечно, постепенно застраивали эти участки, и вот появился такой живой поселок. Как бы является продолжением вселения Голицына теперь. И многие гости наши из Москвы, из Санкт-Петербурга, кто на своей машине приезжает, очень часто аредуют здесь домик и отдыхают, да. машина. Я видел, что машина. Я понял. из Санкт-Петербурга, что машина. Я не знаю, что машина. Я не знаю, что машина. что машина. отсюда видна. Но вот мы спускаемся, и вы сейчас увидите уже храмы, монастырь. И вверху это и есть селение лесное. Ведь многие русские переселенцы в начале 20 века покидали территорию Сочи, потому что малея, лихорадка, что тут железная дорога, и к домам местных жителей подходили каманы, волки, медведи, и была малярия. И многие уходили. А грекам эти места понравились. Вот они обживлены. Но на старых карпах это местечко называется Пураминзел. Видите, сколько тут у басика уже цветут методосы. Груша цветет, а луча уже давно отцвена. Скоро яблоня зацветет. Яблоня с правой стороны это яблоня цветет. смотрю свято смотрю георгиевский баск уважаемые гости, как только мы остановимся, если кому нужен был туалет, то биотуалет, чтобы вы знали, но другого пока нет другой возможности Сидите в кабинке, вы увидите их Сидите в кабинете river юная 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 Эта дорога сейчас нарушилась? Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok